Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Пятый ледовый полумарафон «Онор Владивостока-Альсран» прошел во Владивостоке на льду Бухтыновик. Главное зимнее спортивное событие нашего города в этом году собрало почти полторы тысячи участников из 11 стран мира. Это такая общественная история, которая людей объединяет. И причем не только русских, не только россиян, но и наших гостей, которые специально для этого сюда, к нам в Владивосток, приезжают, повышая туристический поток и улучшая свое мнение о стране, которое формируется как раз на таких мероприятиях. Ледовый полумарафон своими уникальными ощущениями привлек участников разного возраста и профессий. На старт выходили как профессиональные спортсмены, так и любители. Для взрослых спортсменов организаторы подготовили три дистанции – 5, 10 и 21 километр. Последнее – это и есть полумарафон. Возможность испытать себя в беге на льду была и у детей, которые преодолели либо один километр, либо 500-метровую дистанцию. Каждый из участников выбирал расстояние, которое было ему по силам. В этот раз преодоление дистанции осложняли дождь со снегом. В рамках 21 километра мы добавили дистанцию лав-марафон. Это то есть пары, мужчина-женщина бегут за руку, стартуют и финишируют одновременно. У нас увеличился лимит участников – 1500. В прошлом году был лимит 1000, а в этом году МЧС решил увеличить до 1500. Погода сегодня, конечно же, мы видим, такая немножко добавляет изюминки, но, как говорят наши бегуны, чем хуже, тем лучше. И вот на финише появляются первые герои дня. На главную полумарафонскую дистанцию – 21 километр – у лидеров ушло чуть больше часа. Пробежав финишную черту, спортсмены получали свои заветные медали и, едва отдышавшись, делились со своими родными и друзьями первыми впечатлениями. В этих условиях хорошо, в принципе, пробежал. Конечно, если бы было бы, может быть, меньше воды, можно было бы и побыстрее пробежать. Но, учитывая то, что, по-моему, я пробежал час 13.30, это даже лучший результат, который здесь показывал из четырех раз, которые участвовали. Хочу быть примером, чтобы люди смотрели, видели, то есть мои ученики, то есть что я бегу на собственном примере, показываю, что возможно это. Ничего невозможного нет. Выступаю в третий раз. Два года назад выиграл пятерку по рекорду трассы, позатом стал вторым на десятку. Я на самом деле принимаю первый раз. Мне предложили, как бы в декабре, хочешь поучаствовать. Я сначала думала, ну как, там уже холодно. Но в итоге согласилась. И не жалею, что согласилась. Я очень рада сюда приехать. Весь пьедестал и призовой фонд в полмиллиона рублей поделили между собой спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Артема и Находки. Однако свои награды и памятные призы получили и остальные смельчаки, отважившиеся на это ледовое испытание. Дмитрий Беломестнов, Денис Падеев. Новости на восьмом. Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе пандемии коронавируса. Специалисты отметили, что данная ситуация должна внушать страх, сообщает РИА Новости. Также отмечается, что универсального подхода к борьбе с коронавирусом пока не существует. Ранее власти Южной Кореи ввели наивысший красный уровень угрозы из-за коронавируса. Число инфицированных в стране, по последним данным, превысило 760 человек. Южная Корея является третьим по числу заболевших очагом коронавирусной инфекции в мире. Напомню, с конца февраля Россия временно приостановила пропуск граждан КНР через государственную границу. Моряк, который вернулся из Шанхая, помещен на карантин во Владивостоке с подозрением на коронавирус. Международному аэропорту Владивосток в зоне контроля Роспотребнадзор выявил у одного из пассажиров повышенную температуру. Ранее экипаж судна требовал вернуть их в Россию из-за страха заразиться новым вирусом. Мужчина летел из Шанхая с пересадками в Гонконге и Сеуле, сообщают электронные СМИ. У моряка взяли анализы, после чего отправили в краевую клиническую больницу в инфекционное отделение. Житель Владивостока помещен на 14-дневный карантин. Отмечу, танкер стоял в порту Шанхая на ремонте. На Камчатке трагически погибла журналистка из Владивостока. Авария унесла жизнь 29-летней Марии Нитребенко, главного редактора информационного агентства «Камчатка». Ее коллега находится в реанимации. Трагедия произошла на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова после праздника, сообщает информагентство ВладНьюз. Авария случилась, когда девушки катались на снегоходе. Транспортное средство врезало с дерева. Мария была за рулем, она погибла. Ее коллега госпитализирована с тяжелыми травмами. Отмечается, что Мария Нитребенко приехала на Камчатку полгода назад. До этого она работала в Хабаровске, в Владивостоке, некоторое время жила за границей. Очередной автомобиль ушел под лед во Владивостоке. Водитель пытался срезать путь по льду в бухте Труда на острове Русский. Рулевой не пострадал, сообщили в социальных сетях. Инцидент произошел с машиной такси. Между тем, в соцсетях пользователи подчеркивают, что по льду зимой проще проехать с университетского проспекта к некоторым поселкам. Водителей не пугает тонкая поверхность. Они не обращают внимания на предупреждения спасателей и часто топят свои машины. В ближайшие дни во Владивостоке ожидается очередной снегопад, что еще сильнее усугубит ситуацию. Сильный снег пройдет Приморской столице в субботу, 29 февраля и в понедельник, 2 марта. Перевозчики Владивостока готовятся работать в новых условиях. В этом году компании смогут принять участие в открытых конкурсных процедурах в электронной форме на право работать на маршрутах. Все маршруты будут разделены на лоты. В состав каждого войдут и прибыльные, и так называемые социальные с низким пассажиропотоком. Также руководителям напомнили о необходимости иметь в каждом автобусе систему ГЛОНАСС, так как сегодня диспетчерский центр видит не все машины. Напомню, в городе перевозкой пассажиров на внутригородских маршрутах по регулируемому тарифу заняты 14 компаний, из них одна муниципальная и 13 коммерческих. Выезд с военного шоссе освободят от припаркованных автомобилей. Брошенные машины на Народном проспекте создают неудобства другим участникам дорожного движения. Чтобы ограничить парковку на данном перекрестке и сделать более комфортным и свободным проезд, городские службы в ближайшее время установят соответствующие знаки. Здесь появится знак «Остановка запрещена» совместно с табличками. Работает эвакуатор и зона действия. Запрет будет действовать на участок дороги в 100 метров. Автолюбители Владивостока просят быть внимательными. В Приморской столице отбирают дворы, в которых в этом году проведут масштабный ремонт. Пока их 103, но список будет дополняться в течение года. Работы проведут по программе «Тысяча дворов». Участвовать могут именно дворовые территории, ТСЖ, ЖСК и управляющие компании. Они подавали заявки в администрацию Владивостока до 31 января. Всего по программе пожелали участвовать более 600 домов. Варианта «Работ-2» – установка спортивной или детской площадки и асфальтирование придомовой территории. Напомню, в 2019 году по данной программе во Владивостоке ремонт коснулся 317 адресов. Везде он полностью завершен. День защитника Отечества отметили в Краевом центре. Мероприятия начались с возложения цветов к памятникам. Гирлянды торжественно возложили к Вечному огню мемориалы боевая слава Тихоокеанского флота и стели «Владивосток. Город воинской славы». На центральной площади прошла выставка военной техники, работали множество локальных площадок. Гости праздника могли увидеть рыцарские бои, поучаствовать в эстафетах, посоревноваться в силе и меткости. В отдельном павильоне была организована работа мобильного пункта отбора на военную службу. Для гостей прозвучал концерт. Всех пришедших угостили солдатской кашей. Верба начала цвести в национальном парке «Земля леопарда» из-за аномального тепла. Подобную картину в Приморье, как правило, можно наблюдать с марта по май. Но в этом году весна началась несколько раньше. Со словом специалистов, сейчас ивы, которые в народе называют вербой, проходят процесс вегетации. Пока еще серые сережки в будущем пожелтеют от пыльцы. Эксперты отмечают, что ранняя утепель негативно не повлияет на жизнь диких животных. А вслед за цветением в крае может начать зеленеть трава. Партнер выпуска новостей – торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает. Только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова